На днях мы начали готовить фильм «Влажность воздуха», в котором собирались измерять эту влажность с помощью вот такого электронного гигрометра, который показывает, что влажность в этом помещении сейчас составляет 23%. И при этом мы задумались, а как вообще электронное устройство может измерять содержание влаги в воздухе? И этот вопрос показался нам настолько интересным, что мы решили посвятить ему отдельный фильм. Давайте откроем защитный колпачок. И вот мы видим совсем небольшую микросхему. В окошечке которой находится датчик температуры, о которой мы поговорим как-нибудь в другой раз, и датчик влажности. В описании этой микросхемы сказано, что ее датчик является конденсаторным. Но как может конденсатор измерять влажность воздуха? Это не сразу понятно, и с этим надо разбираться. В наших изысканиях мы добрались до статьи 1955 года в журнале научных инструментов, авторы которой изобрели этот датчик и изучили его свойства. И самым удивительным из этих свойств является то, что при переходе от сухого воздуха к влажному, емкость находящегося здесь конденсатора меняется в сотни раз. И конечно хочется понять, как это происходит. Дело в том, что используемый в таком датчике конденсатор имеет очень интересное устройство. Здесь изображены две пластины. Одна из них алюминиевая, другая медная. Алюминиевая пластина покрыта тонким слоем оксида алюминия, который выполняет роль изолятора. А пространство между пластинами тоже заполнено оксидом алюминия, но не сплошным, а пористым. И сам оксид я условно изображу сплошными столбиками, а поры промежутками между этими столбиками. Посмотрите, какие удивительные упорядоченные соты видны в таком пористом оксиде под электронным микроскопом. Диаметр одной такой трубки составляет порядка 1,1 микрона, а ее длина может быть в 100 раз больше диаметра. Ну а теперь смотрите. Пока такой конденсатор находится в сухом воздухе, роль его обкладок играют металлические пластины. Расстояние между ними относительно велико, а потому емкость конденсатора относительно мала. Но когда такой конденсатор помещен во влажный воздух, пористый оксид адсорбирует влагу из воздуха, и влага покрывает стенки пор. Так что теперь к верхней пластине как бы присоединяются проводящие влажные стенки, и она почти дорастает до нижней алюминиевой пластины. Правда, между ними все равно остается тонкая изолирующая прослойка оксида. И теперь роль верхней обкладки играет влага, близкая к алюминиевой пластине. Так что емкость конденсатора возрастает во много раз. Когда мы все это прочитали, нам многое стало понятнее. Но при этом оставался еще один вопрос, ответа на который мы сначала не нашли. Как получается, что этот прибор определяет относительную влажность воздуха, а не абсолютную? Ведь ясно, что емкость конденсатора определяется количеством влаги, которая абсорбирована на стенке. Так почему же это количество зависит от относительной влажности, а не от абсолютного содержания влаги в атмосфере? Чтобы разобраться с этим, мы построили примитивную модель адсорбции, которая, тем не менее, дает правильный ответ на наш вопрос. Пусть этот отрезок изображает всю поверхность пор, его длину мы примем за единицу. И какая-то доля этой поверхности, обозначим ее альфа, покрыта адсорбированной водой, а остальная поверхность, единица минус альфа, водой не покрыта. Если относительная влажность воздуха внутри пор меньше 100%, то есть воздух не насыщен водяными парами, вода с поверхности будет испаряться. Масса воды, испарившаяся за единицу времени, будет пропорциональна площади альфа и разности давления насыщенных паров P0 и реального давления паров P. Коэффициент пропорциональности обозначим K1. А непокрытая поверхность будет адсорбировать водяные пары. И за единицу времени на нее высадится масса воды, пропорциональная площади единица минус альфа и давлению водяных паров P. Коэффициент пропорциональности обозначим K2. В состоянии динамического равновесия эти две массы надо приравнять. Дальше удобно ввести относительную влажность воздуха φ, равную P делить на P0 и разделить это уравнение на P0. Тогда вместо P0 надо записать единицу, а вместо P относительную влажность φ. Отсюда можно выразить альфа. Мы получаем вот такую формулу, из которой следует именно то, что мы хотели. Масса адсорбированной воды, а значит и емкость конденсатора в датчике, определяется относительной влажностью воздуха. И когда я это понял, я смог ответить на вопрос, который волновал меня еще с судейства Международного турнира юных физиков 2017 года. Почему волосяной дегрометр, в котором применяется свойство человеческого волоса удлиняться при повышении влажности, измеряет относительную, а не абсолютную влажность воздуха? Ваши соображения касательно этого вопроса вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!